Сегодня я вам буду рассказывать очень интересную тему. Видео будет немножко длинное, но я вам советую досмотреть его до конца. Но прежде чем я начну рассказывать сегодняшнюю тему, я хотела бы немножко пояснить предыдущее видео. Почему? Потому что мне показалось, что людям немножко было непонятно по поводу бабушки. То, что я получила комментарий от одной девочки, которая вот возмутилась тем, что я не помогла бабушке. Объясню. С недавних пор я поняла, что нельзя навязывать свою помощь людям. Вот если они тебе говорят, нет, не нужно навязывать. В каком-то моменте это муж мне помог сформировать вот такую позицию, что я предлагала свою помощь один раз. Почему? Потому что я ему часто что-то предлагаю, например, поесть, там еще что-то. Он мне говорит, ну ты мне предложила один раз, да, я отказался, зачем ты мне предлагаешь второй в третий раз. И я так задумалась. Потом еще был один такой момент, когда я на улице вижу каких-то лежачих, таких пьяных людей. Ну непонятно, что они пьяные, конечно, с первого взгляда, да. Я поняла, что нужно обязательно подойти к людям и спросить, нужна ли им помощь. Очень многие люди пьяные валяются, мне нужна нищая помощь, мне нужны эти скорые. И к чему я клоню? К тому, что добрые дела, они не должны быть навязаны. То есть вы должны спросить, ты хочешь это? Если ты это не хочешь, то я тебе тогда не буду помогать это делать, да. Это первый момент. А второй момент, зачем предлагать три раза, четыре раза. А у меня в семье почему-то, я вот проанализировала это уже давно, принято предлагать помощь вот несколько раз, потому что с первого раза никто не соглашается. И вот на примере своего мужа, я ему предлагала что-то поесть, да. Он отказывается, говорит, я не хочу. Я говорю, ну давай, ну давай. Как моя бабушка, как у меня в семье было принято. То есть я ему начинала навязывать. Он мне говорит, что ты мне навязываешь? Он прям бесится, он говорит, что ты мне навязываешь? Я тебе один раз сказал нет. Если ты что думаешь, я передумаю или что ты хочешь меня уговорить? И тут я поняла, а зачем и правда я ему навязываю то, что он не хочет? Он же сказал нет. И у меня как-то уже, знаете, честно говоря, перестроилось мышление. То есть я уже отвыкла от своей вот этой невротической семьи, в которой нужно предлагать несколько раз. Ну то есть типа, ну я понимаю это так, да, что вот, например, моя бабушка, да, я ей предлагаю, да, что-то ей помочь. Она отказывается. Ну типа, знаете, так ломается. Ну ты же, наверное, мне предлагаешь, наверное, ты не хочешь на самом деле делать. Потому что если бы ты хотела делать, ты, наверное, мне предложила еще второй, раз, третий, десятый. Я так немножко поломаюсь. Когда я пойму, что ты на самом деле хочешь для меня это сделать, я соглашусь. Вот вы сейчас, наверное, скажете, что у нее крыша едет, ну в смысле у меня. Но я вам серьезно говорю, я вот так проанализировала, у меня в семье всегда так было. То есть когда я предлагала что-то, и я видела, как это другой кто-то предлагает. То есть первый раз всегда все отказываются, и это предлагается по десять раз. Прям вот, знаете, так, что вот как будто бы ты предлагаешь, да, и ты как будто если один раз предложил, то, значит, не от чистого сердца. Я прекрасно сейчас понимаю, что это какое-то невротическое поведение. Потому что у взрослых людей один раз ты предложил, да, что-то, но отказался человек, а зачем тебе предлагать второй раз? Вот, поэтому я говорю, я настолько отвыкла от этих невротических отношений, которые были на протяжении многих лет в моей жизни, да, вот благодаря моей семье. Я, конечно, всех люблю, я всю семью люблю по-своему, да. Каждый человек по-своему любит, да. Но я еще раз говорю, я уже немножко перестроилась, у меня немножко другое мышление. И когда я бабушке предлагаю один раз, я предлагаю ей, потому что, ну, я хочу ей помочь. Если она отказывается, то, извините, ну, я что, буду навязывать, что ли, если человек не хочет? Может, она действительно не хочет? Что я буду навязывать? Это первый момент. А второй момент, многие, наверное, подумали, ну, взяла бы, сняла бы сама бы шторы и постирала там. Ну, как бы, независимо, что бабушка говорит. Нет, я не имею права так сделать. Это ее дом, это ее жилище, она там хозяйка. Если мне хозяин говорит нет, я не имею права ему навязывать то, что я хочу, даже из добрых побуждений. Еще раз говорю вам, благими намерениями вымощена дорога в ад. Вот это вот люди есть такие, они любят свою помощь навязывать. Вот прям, вот они кайфуют, они кайфуют от того, что они помогают. Им абсолютно наплевать на самом деле, нужна ли эта помощь или нет. Я вас призываю всегда спрашивать, нет, все, нет так нет. Идем дальше. Хочу вам показать, я сегодня, видите, в таких лосинах гопнических, гопнических, как правильно-то, не знаю. Я их купила на Wildberries, но видео еще не выходило про них. Я там их не примеряла, а тут вы можете уже, как бы, сказать, заранее увидеть, потому что, наверное, это видео выйдет раньше, чем то с Wildberries. Вот такие лосинки я там купила. Они утепленные и с утягивающим эффектом. Я хочу вам показать марку в Ревгош. Это марка номер один, это, собственно, ревгошевская марка. Мне очень нравится их косметика, потому что она похожа на, как сказать, такую, на элитную. Она не слишком дорого стоит, но по качеству она очень-очень похожа на эти, ну, на люксовые, да, люксовые косметики, да. Вот у меня вот такая помада, она очень классная. И еще у меня вот такая пудра. Пудра тоже хорошая, кстати говоря, очень хорошая. А вообще я просто обожаю косметику Шесейда. В первый раз у меня состоялось знакомство с этой косметикой, когда я летела в Египет. Вот, 12-й год, по-моему, это был 13-й, 13-й. И вот я в Ютьке купила себе помадку. Это была просто классная помадка. Она стоила тогда 1200 рублей. Сейчас, конечно, эти помады уже полторы-две стоят. Но что я вам хочу посоветовать? А я хочу посоветовать вам тональники этой фирмы. Вот я пользуюсь сейчас вот этим. Слушайте, это такой классный тональник. Вот, ребят, если на лице какое-то воспаление, какой-то прыщик, я наношу тональник на весь день. Все, к концу дня любые прыщики проходят. Я не знаю, что они туда кладут, но это реально. Я даже никакой косметикой не пользуюсь. Я просто снимаю тональник вечером, и все, кожа просто потрясная. Мне даже ничего не нужно. Обожаю эту малышку. Дорогой он, да, дорогой. Три штуки, по-моему, стоят, со скидкой даже. А так, по-моему, четыре. Четыре тысячи он, по-моему, ценник этот. Или нет? Ну, короче, он дорогой. По-моему, этот четыре стоит, да. Но я его не за четыре покупала. Я покупала за 1600. Сегодня, ребят, речь пойдет о деньгах. Я вам расскажу очень много маленьких своих секретиков. Короче говоря, я стала в последнее время очень много думать, почему все-таки я не зарабатываю. Почему у меня, ну, не то, что не получается, то ли не хочу. Я вообще не понимаю, почему. Вот я смотрю на своих подруг, да. Вот кто-то, блин, прямо рвется. Вот она хоть и в декрете, но она прямо рвется. Вот она ребенка родила, и прямо вот еще больше ей захотелось денег, денег, денег. До ребенка там она была такой пассивной, пассивной. Как ребенка родила. Все, все, все. Готова всех порвать. Весь мир порвать. Как какие-то там бизнесы замышлять. Вот, кстати, недавно одна из девочек, которая у нас в колледже училась на курс матча, Люба, вот девка боевая. Прям ее родила ребенка и пошла, пошла, пошла. Ну, куда пошла? Деньги пошла зарабатывать. Хотя сама не бедно живет. Там у нее такой муж, я так понимаю, состоятельный. Вот, но она все равно, вот, она хочет свое развитие финансовое, независимость. И это по ней видно, потому что она выкладывает в сети. Я так задаюсь вопросом, а почему я-то не такая? Почему? Я могла бы лучше. Я же не оцениваю себя как бы объективно или даже завышенно. Ну, а почему не получается? Почему не хочется? Почему нет мотивации? Я очень долго об этом думала. И сейчас я вам расскажу, к чему я пришла. Ну, начнем с того, что я выросла, ну, в такой семье бедной. Бедной. Что скрывать? У меня были мечты. Вот я помню, я когда засыпала, я очень мечтала о том, что у меня будет такая большая и красивая квартира. Что я вот такая, ну, девочка маленькая, да, но при этом как бы большая квартира. У меня много одежды. Мне очень хотелось много разной красивой одежды. Вот, конечно, одежды у меня было мало. И вот в моей семье почему-то существовал определенный стереотип. Стереотип по поводу денег. Это не говорилось в прямую, знаете, вот фразами, да. Это все ощущалось. Вроде как хотели мои родственники чего-то лучшего, но когда на горизонте был какой-то пример, какой-то лучше жизни, ну, побогаче, да, то сразу какое-то мною ощущалось неприязненное отношение. Типа как вот если богатый, значит, ну, он какой-то плохой, он какой-то злой. Значит, вот он свои деньги заработал нечестным путем. Там, если кто-то устроился на работу, значит, тоже его туда, ну, по блату устроили. То есть вот какое-то пренебрежительное отношение к богатству и к деньгам. То есть вроде как и хочется, но вроде как и стыдно и как-то презрительно. То есть как это богатые, а не какие-то такие все мерзкие, злые, такие нехорошие люди. И вот я вот сейчас осознаю, что вот этот стереотип, он живет в моей голове. Вспомните мое видео «Я не люблю богатых», как оно называлось, «Сытый, голодный, не разумеет». Там очень четко прослеживается вот это вот небольшое презрение. Большое презрение там прослеживается. То есть с одной стороны я пытаюсь, да, вот найти какой-то, какой-то, не знаю, как это сказать, объективный взгляд, прийти к какому-то такому разумному заключению, но все равно чувствуется вот эта вот неприязнь к богатству, к деньгам. Следующий момент, связанный с деньгами, это страх, это тревога. Вообще тревога и страх – это мои самые любимые чувства. Поэтому как же можно было их обойти насчет денег, да? Я понимаю, что где-то… Понимаете, это, конечно, все не точно еще. Но где-то вот в глубине души я понимаю, что наличие денег, огромного дохода, ну, опять-таки, огромного с точки зрения как бы моего взгляда на наш регион, да? То есть для меня вот огромный доход – это уже весит 300 тысяч в месяц, да? Для Пскова это много. Так вот для меня это сразу тревога. То есть когда у тебя есть деньги, то, скорее всего, ты, если зарабатываешь, да, ты что-то делаешь, на себе лежит какая-то ответственность. И для меня ответственность – это равно тревога, конечно. Второй момент тревоги – это на что ты будешь их тратить. Честно скажу, я сейчас вот это вам все рассказала, да, по поводу страха денег, тревога, да? Да, но у меня все-таки закрылись некоторые сомнения, что все-таки, возможно, это не тревога. И, в принципе-то, я думала, что, скорее всего, нет. Не в этом дело, да, ни в страхе, ни в тревоге. Первый вариант по поводу установок из детства, что деньги – это как-то грязно, это как-то стыдно, это как-то презрительно. Вот, когда я вам рассказала, да, я сразу почувствовала в себе какой-то отголосок. Когда я вам рассказала про тревогу, ну, этого не произошло, даже наоборот. Я сказала себе, нет, слушай, нет, что-то ты не то говоришь, да? Но такой сценарий возможен у других людей, правильно? Возможен? Возможен. А вот мы проходим школу, в которой я училась с 1 по 11 класс, 4 лицей, в которой, кстати, я пыталась устроиться после окончания колледжа искусств. Все, собираюсь заснуть об этом видео, но там, конечно, будет жестяк немножко, вот. Я буду, как это говорят, не очень хороший вечер рассказывать. В принципе, воспоминаний у меня таких уж положительных нет. Честно скажу, отношусь к этому месту как к чему-то такому травмирующему из моего детства. И даже когда я пыталась устроиться, да, я вот сейчас осознаю, что когда я пришла туда, почувствовала эти запахи знакомые, да, я поняла, что я не смогу там работать, потому что мне противно. Мне почему-то противно. Какое-то такое воспоминание из детства, что конкретно противно, не могу сказать, но даже когда прохожу мимо, и то немножко как-то, ну, не по себе так. Ну и следующий момент, касающийся денег, третья как бы причина, да, это касается моего мужа, моего отношения к мужчинам. И это вообще очень там деликатная такая тема. Я чувствую, что начну рассказывать, меня просто понесет на какие-то подробности из личной жизни. Но, ребят, об этом в следующем видео. Надо как-то сокращать длину роликов, поэтому об этом в следующем видео.